Добрый день, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, молюсь, но любви к Богу не чувствую. Как быть? Ну, во-первых, проверьте свою совесть. Проверьте свою совесть, потому что не всякая молитва Богу угодна. Правда? В истории Ветхого Завета и в истории Нового Завета были люди, которые приносили Богу свои дары и жертвы, но при этом не собирались избавляться от своих грехов, и молитва их была неугодна Богу. А если их молитва была неугодна Богу, то и ответа, того ответа, который воспламеняет человеческое сердце в любви, да, потому что Христос говорит о себе, что Он принес огонь на землю. Не мы Его разожгли здесь, этот огонь, а Он принес огонь на землю. То есть дар любви всегда нисходит свыше. Вот это Отца Цвета, в котором нет ни тени, ни перемены. То вот посмотрите внимательно на то, как вы живете, как вы существуете, еще раз повторю, и поищите внутри себя то препятствие, которое не дает вам установить этот правильный диалог с Богом, который есть как некое, все равно всегда как воспламеняющее некое вещество, воспламеняющее ваш сердечный, этот внутренний двигатель. Вот. А иногда бывают минуты оставления, а иногда бывают периоды оставления. Был замечательный старец, отец Савель Македонов, который рассказывал и мне, в том числе, при встрече, что когда он был молодым иеромонахом, он служил, и с ним вместе служил еще один собрат, который был как-то нерадив и как-то отвлекался. И отец Савель рассказывал, что он его осудил. Вот, в конце концов, как-то не выдержал, а осудил его внутренне за такое небрежное отношение к службе. И на три года он потерял благодать. На три года. И он думал оставить не только священный сан, не только монаш, но и вообще уйти из церкви, потому что он говорит, я жил как мертвый, совершая священные действия, молясь за людей, сам молясь, как монах. И у престола Божия, как и иеромонах. Вот, поэтому бывают и такие периоды, но они случаются в жизни людей, которые находятся в поиске Бога всю свою жизнь, в непрестанном возрастании к Богу, в стремлении к этому. Вот, поэтому большинству из нас, к сожалению, вот, такие, такого рода моменты богооставленности, может быть, никогда и не будут знакомы, хотя, безусловно, это свидетельство того, что Господь особым образом испытывает и взращивает человеческую душу, стремящуюся к Нему. А так для нас, для простых людей, которые звезд с неба не хватают, заповедь одна, вот, молитесь, молитесь, и оно все обязательно придет. Молитесь, молитесь. Знаете, как вот индейцы или там древние огонь добывали трением, вот, крутишь, крутишь эту палочку. Может быть, когда вы были детьми, ходили в походы, вас как-то учили это делать, то вы же весь мокрый, потный, ладони все в мозоли, в кровавые истертые, а она все не дымится и не дымится, этот мох, или этот сухой какой-то там хворост. Вот, но потом, когда вдруг под правильным углом все поставишь, еще потрудишься, да, а еще и скажешь, Господи, благослови, ну, давай, гори, гори уже. Вот, и тут оно все и загорится, так что ждите терпеливо своего часа, обязательно загорится этот огонь Божий в вашем сердце, если будете искать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.